Наверное, не все знают, как это было. Советую вам набрать в поиске события в Армении 1992 года 10 июля, когда лейтенант Александр Шаповалов, сержанты Евгений Поддубняк, Олег Юдинцев, рядовые Михаил Карпов, Николай Масленников, сопровождавшие колонну, вывозимой на ремонт боевой техники, отказались сдать окружившим их армянским боевикам имеющееся у них оружие. История очень длинная. Главный вывод в том, что солдаты не отдали вверенное им оружие, за что отдали свои жизни. В моем архиве сохранилось открытое письмо отца лейтенанта Александра Шаповалова, Ивана Яковлевича, заместителю министра обороны Армении, по поводу произошедшего с группой российских десантников. Вот оно. Открытое письмо заместителю министра обороны Армении, генералу Н. Абрамяну. Был у меня сын. Были ожидания радости, надежды. Нестерпимо больно писать об этом в прошедшем времени. Ты убил моего сына, генерал. Убил вместе с его солдатами. Весь расчет ЖУ-23. Три месяца прошло после этого. Все пытаясь, я не могу понять твою психологию. Как стало возможным это подлое действие? И кто его организатор? Замминистра обороны. А ведь ты, генерал, сам служил в вооруженных силах СССР. 34 года. Наш сын и его солдаты не отдали вам оружие, которое им доверила Родина. Всем своим поведением в последние часы жизни они не посрамили славу этого оружия. А какую же славу добыл ты для Армении? Глубоко убежден, окажись на месте наших парней твои бандиты, они побросали бы оружие и разбежались. А уверен, потому что только трусы при подавляющем перевесе в силах могли поступить так подло. Ты, генерал, променял армию, слава которой известна всему миру, на толпу бандитов, состоящую на половину из уголовников. Пользуясь трусостью, а возможно и продажностью нашего командования в Ленинакане, ты обнаглел до того, что решился положить на жертвенный камень жизни молодых парней из армии дружественной страны. Короткая же у тебя память. Не такие ли парни 3,5 года назад вытаскивали из-под развал Ленинакана из пятака твоих соотечественников после землетрясения? Не это ли армия помогала восстанавливать города Армении? Так что, выходит, ты сполна рассчитался за помощь? В первые же дни после похорон хотел я послать проклятие тебе, генерал, от имени всех матерей и отцов, солдат жизни, которых ты забрал. Но решил, что лучше это сделать в открытом письме через газету. Пусть узнают о тебе все, и в первую очередь твои дети. И если после этого ты сможешь спокойно смотреть им в глаза, то ты просто не людь. С глубоким презрением. Иван Шаповалов, отец лейтенанта Александра Шаповалова. Думаете, кто-то ответил за гибель наших десантников? Да никто. Упомянутый Абрамян сделал отличную военную карьеру. Служил до 2002 года в Генеральной инспекции Министерства обороны Армении. И благополучно умер в 2008 году. Не ответил никто из-за измывательства над военнослужащими 7-й гвардейской армии, которые оказались просто брошенными здесь на произвол судьбы после распада СССР. Сегодня даже следы этой трагедии можно найти с большим трудом. Но личный архив хранит документы той эпохи. Почти сразу после распада СССР начался силовой захват армянскими националистами и боевиками складов вооружения. Складов и вооружения 7-й гвардейской армии, расквартированной в Армении. Захват очень скоро перешедший в откровенный грабеж, когда по ходу изъятия оружия заодно изымалось и все ценное имущество военных, которых здесь тогда просто поставили вне закона. Подвиг военных, вытащивших фактически на себе первые и самые страшные дни после землетрясения 12 декабря 1988 года, когда кроме армии не оказалось никакой другой силы, способной бороться с последствиями стихии, был тут же забыт. Зато в армянской националистической прессе вовсю культивировались сказки про жестокости советских военных. Так, нападение 27 мая 1990 года боевиков с целью завладения оружием на конвойный полк за крепостью Эребуни, в ходе которого был убит часовой заместитель командира полка, и одновременное нападение на военный патруль в здании вокзала, также с целью завладения оружием, закончившееся преследованием и окружением боевиков в районе водохранилища, выдавалось за героическое сопротивление армянских патриотов, вводу войск в город для карательной акции. И такая пропаганда выпустила наружу самые неизменные инстинкты этих самых патриотов. Уже через два года после гибели десантников сюда зачастил с визитами министра обороны Павел Грачев, сам бывший десантник, и был так очарован армянским гостеприимством, что уже через год, 16 марта 1995 года, здесь была развернута 102-я российская военная база, не имевшая никакого военного значения для обороноспособности России. Но вот уже 25 лет вполне исправно прикрывающую Армению со стороны Турции. Но есть то, что они там в Ереване не понимают. Россия 2020 года – это не Россия 1990 года. И Путин не Ельцин.